всем привет друзья сегодня у нас среда 3 июля 2024 года и почти на всю территорию и россии и европы пришла жара и хотя мой сегодняшний рассказ для вас будет совсем не об этом но я думаю вам будет приятно слушая меня еще и наслаждаться вот такими вот водными пейзажами и так друзья усаживайтесь поудобнее и давайте начнем мне вчера очень посчастливилось и когда я в очередной раз снимала деньги в банкомате вот и такая купюра мне попалась просто неожиданно случайно это новая банкнота с изображением карла третьего которая должна была выходить как как обещали нам только лишь в конце этого 2024 года хотя уже в 2022 году показывали нам как будут выглядеть эти новые деньги но сказали что они будут в обращение вводится постепенно первые образцы получает сам король он получает банкноты номиналом 5 10 20 и 50 фунтов с номерами 0 1 4 0 1 банкноты с номером 2 достаются королеве а дальше уже кому как повезет и вот здесь интересная история потому что продажи этих новых купюр с изображением короля по давней английской традиции производится на аукционе и как сообщает газета daily mirror на благотворительном аукционе великобритании новую банкноту с изображением карла третьего продали в англии за 17 тысяч фунтов стерлингов это около двух миллионов рублей почему такая вдруг высокая стоимость этому есть простое объяснение дело в том что купюра с серийным номером 2 как я вам уже сказала традиционно должна храниться у королевы однако в этом году королевская семья решила отойти от традиции и направить купюру на аукцион отсюда и рекордная сумма стоимости этой купюры а вот другие купюры стоили уже значительно меньше третий номер ушел с молотка за пять тысяч пятьсот фунтов стерлингов это примерно 600 тысяч рублей а четвертый номер за две тысячи четыреста фунтов стерлингов что составляет около двухсот шестидесяти тысяч рублей вы представляете что это в общем-то огромные деньги и поэтому я так возбудилась когда увидела купюру такую в своих руках и я вам в конце покажу номер который на моей купюре как говорится делайте ставки господа попробуйте догадаться какой же номер у меня но вообще-то я дам подсказочку аукцион состоялся совсем недавно в средине июня поэтому вот сейчас у нас начало июля и может быть что у меня очень очень даже хороший номер на этой купюре но посмотрим а пока я продолжу вам свой рассказ и я хочу напомнить что великобритании уже давно существует традиция на купюрах или марках не может быть изображен живой человек она есть во многих странах такая традиция однако же король является приятным исключением из этих правил как только он приходит к власти купюры с его изображением начинают активно разрабатываться а потом в течение долгих лет они постепенно заменяют старые купюры с прошлым королем или королевой на новые центробанк великобритании отмечает что в обращение запущены новые купюры при этом заменен лишь портрет монарха без какого-либо вмешательства в дизайн структуры или материала так вот 5 июня банк великобритании сообщил о том что эти новые банкноты уже запущены в обращение и начался такой ажиотаж что пришлось ограничить выдачу новой наличности 300 фунтов в одни руки кстати возможно вы не знаете что карл 3 стал лишь вторым британским монархом чей портрет появился на банкнотах впервые портрет монарха стали печатать на бумажных фунтах начиная с 1960 года и тогда на троне была королева елизавета вторая и она к тому времени царствовала уже восемь лет таким образом как отметил глава банка и англии речь идет об историческом событии мы впервые меняем портрет суверена на наших банкнотах а учитывая то что король великобритании сейчас лечится от рака и непонятно сколько еще он будет править то возможно что еще и не успеют все банкноты обменять на новые и поэтому такой страшный ажиотаж чтобы приобрести банкноту с изображением карла третьего но я как обычно все пропустила кстати я знаю что очень много у меня зрителей на канале которые живут в великобритании интересно мне было бы узнать а вы смогли вот такую вот купюру заполучить с изображением короля карла третьего любой номинации в общем то напишите пожалуйста в комментариях даже интересно и под какими номерами там у вас купюры хорошо если они попали в первую сотню хочу также немного рассказать о купюре номиналом 50 фунтов казалось бы не очень большой номинал у этой купюры но вот сейчас уже вопрос возник у банка великобритании нужно ли вообще банкнота в 50 фунтов потому что реже всего люди носят в кошельках эти банкноты говорят что в правительстве неоднократно поднимался вопрос об отказе от этой купюры и эту банкноту называют валютой коррумпированных элит криминала и налоговых махинаций и люди стали гораздо меньше пользоваться наличными как вы знаете все используют банковские карты поэтому странно что вот опять банкнота 50 фунтов с изображением карла третьего все таки вышла и кстати хочу сказать о себе что я на протяжении 15 лет жизни в англии эту купюру держала в руках всего лишь два раза ну во первых потому что крайне редко я пользуюсь наличными деньгами а во вторых эти купюры просто так в банкомате вы не получите там в основном 20 фунтов и 10 фунтов номинал а вот 50 очень очень редко можно встретить но вернемся к благотворительным аукционам которые так любят здесь великобритании так вот эти редкие купюры скорее всего с изображением карла третьего будут стоить гораздо выше номинала поэтому нумизматы всего мира очень заинтересованы приобрести эти купюры а вот что касается карла третьего он тоже обожает благотворительность и как пишет опять газета сейчас скажу вам ментудей британии есть традиция имущество умершего человека у по заявлениям журналистов этой газеты король использует вырученные средства не на благотворительность а на ремонт и реконструкцию своих собственных многочисленных имений и вот барабанная дробь да 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 я переворачиваю купюру и смотрю номер и вот он шестьсот тридцать шесть тысяч двести шестьдесят шесть ох ничего себе да как далеко уже напечатали больше шестисот тысяч банкнот ну ничего друзья а зато обратите внимание шесть три шесть два шесть шесть не сходится всего лишь на одну циферку две шестерки тройка две шестерки двойка свидание однако же у меня по этой купюре но это не главное главное что я эту купюру теперь сохраню неизвестно еще когда появятся новые да ну и еще я вам не сказала что на обратной стороне английских банкнот изображены винстон черчилль на 5 фунтовой писательница джейн остин 10 фунтовой художник джозеф тёрнер 20 фунтов и математик алан тьюринг на 50 фунтовой друзья я думаю что вам понравилось сегодняшнее мое видео она была такое знаете больше информативная но может быть что кто-то об этом не знал и вам это было интересно узнать а я как обычно хочу напомнить пожалуйста пишите ваши комментарии что вы думаете о новом моем видео пожалуйста делитесь этим видео со своими друзьями не забывайте подписываться на мой канал друзья будет еще много интересного впереди а на этом я с вами прощаюсь друзья желаю вам как обычно всего самого самого доброго и хорошего всем удачи всем пока пока а у нас на экране как вы видите замечательная радуга на счастье есть да это есть да большой очень 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 чудеса чудеса очень чудеса чтобы видеть, где это попадает на землю чтобы видеть, где это попадает на землю да, да вы никогда не виды конца но сейчас мы видим это да, вы правы